В Мурманской области расположено множество серьезных военных объектов И вдали, собственно, тот самый секретный объект Вот в такой вот горе вырублено скальное хранилище Посмотреть уровень радиоактивного загрязнения Сюда можно было заехать на машине Здесь сохранились термодвери Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андерволд И его ведущий Степа Вулф Стелла, расположенная за моей спиной С символом атома Недвусмысленно намекает на то, что вот этот военный городок Относился к особо секретным частям Министерства обороны СССР И здесь располагался гарнизон, который обслуживал хранилища ядерных боеголовок На территории военного городка располагалось все самое необходимое Жилой дом для офицеров, столовая, казарма для солдат Выше находилась площадка для технического обеспечения Ремонтная техническая база, котельная И несмотря на то, что этот городок был построен в условиях сурового севера Здесь было все необходимое для жизни Для службы солдат, офицеров Чуть выше жилого городка гарнизона Располагалась ремонтная техническая база, котельная И прочие объекты в жизни обеспечения Которые обслуживали сам гарнизон И непосредственно хранилище На территории гарнизона, на самой вершине Сопкеря С которой и расположены постройки жилого городка Воздвигли монумент воинам Великой Отечественной войны Воинам-защитникам Заполярья К подножию этого монумента ведет такая величественная лестница Сейчас все это немного обвешало Но все равно впечатление остается достаточно сильное Монумент воздвигнут на месте Где во время войны была расположена огневая точка ДОТ И прямо у его основания воздвигнута вот эта вот стелла С момента прекрасно виден городок гарнизона Жилой городок гарнизона И вдали у подножия Сопки Собственно тот самый секретный объект Который и обслуживали военнослужащие Прислужившие здесь, в этом арсенале 52-й арсенал, 52-я площадка Вот там вот вдали, в тумане у подножия Сопки Находится тот самый секретный объект Где хранились боеголовки, ядерные боеголовки И буквально в паре километров от гарнизона В горной породе, в скале, на берегу Живописного озера Находится секретный объект Который и обслуживали военнослужащие этого гарнизона Это хранилище ядерных боеприпасов Сейчас я хочу замерить здесь уровень радиационного фона И посмотреть, в пределах ли он нормы Пока дозиметр показывает очень скромные значения 10 микрозигуртов в час Что значительно ниже даже, чем допустимый фон Скажем, в Москве, в районе Курчатовского института Он составляет порядка 20-25 микрорентген И давайте сейчас отправимся внутрь этого сооружения И посмотрим, как оно устроено И что же здесь находилось При въезде после обыкновенных ворот, которые закрывали маск сооружения Здесь располагались гермовороты Вот как раз на этом самом месте Сейчас они, к сожалению, уже демонтированы и распилены На этом объекте первый раз я побывал еще в 2016 году И тогда мне довелось сделать несколько уникальных фотографий Сорванные створки именно этих гермоворот На фото можно разглядеть остатки мощной веревки При помощи которой горем мародеры срывали эту створку с петель Очевидно, они не знали, что в подобных объектах Гермоворота лишь снаружи обшиты стальными листами А внутри полностью залиты бетоном Свою ошибку они поняли только когда начали резать створки на металл Удивительно и то, куда за эти годы делась сорванная створка И кому она могла понадобиться Здесь стояли мощные гермоворота И дальше вглубь скалы уходит коридор Здесь находились различные помещения Подсобные, технические Множество комнат Сюда можно было заехать на машине Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ Изделий Так называемых изделий В полу сооружения множество люков Под которыми проходили коммуникации Кабели электроснабжения Тепло- и водоснабжения В хранилище, естественно, требовалось соблюдение Строгого температурного режима И после коридора Вот здесь идет тамбур из трех гермодверей Здесь находятся бетонные блоки На которых располагалось оборудование А внутри колодца Сейчас вон можно разглядеть кусок льда Вообще в хранилище сейчас достаточно прохладно И вот в этом помещении Очевидно Располагались фильтры вентиляции воздуха Установка по кондиционированию воздуха Поскольку для хранения ядерных боеприпасов Требовалось соблюдение строгого Температурно-влажностного режима Сейчас здесь все это спеяно И от былого величия От былых мощностей Остались только вот эти вот трубы воздуховодов Что интересно Своды потолка здесь изнутри Обшиты шифером Видимо использовался он здесь Как гидроизоляционный материал Продолжаем передвигаться вглубь хранилища По технической зоне Где располагались различные подсобные Хозяйственные технические помещения Можно предполагать, что вот эта вот была генераторная Ну и какой подземный объект без санузла И хитрый быт Туалеты здесь были просто в виде очка в полу Вот еще одно из помещений Здесь по стенам расположены Закреплены шины заземления Видимо здесь располагалось какое-то электрооборудование И отсюда мы сейчас выходим Святая из святых этого хранилища В зону, где собственно и складировали боеголовки И здесь сохранились гермодвери Вот такие мощные гермодвери Такие же мощные гермодвери стояли и на входе В это хранилище На самом деле достаточно разветвленный объект А вот это очень похоже на комнату для хранения оружия Здесь опечатывали сургучной печатью Когда сдавали смену Закрывали это помещение Его опечатывали сургучной печатью И чуть дальше от первого въезда Расположен второй въезд Который в принципе и был основным Отсюда заезжали под погрузку-разгрузку машины И оттуда уже производилось распределение Внутри хранилища ядерных боеголовок По их местам хранения Тоже видим сорванные с петель гермодвери Мощные гермодвери И здесь же при входе Несмотря на то, что сегодня конец июня Нас встречает огромная застывшая льдина Почти с мой рост И отсюда после въезда В водоразгрузку Машины попадали в огромный зал Куда сейчас я и направляюсь Этот автомобильный въезд Высота его порядка трех с половиной метров Заканчивается огромным залом Размеры этого зала порядка пятидесяти метров в длину Порядка пятнадцати метров в ширину И высота тоже порядка тринадцати-пятнадцати метров Тоже вся крыша этого зала Весь свод этого зала укрыт шифером для гидроизоляции И здесь производилась разгрузка изделий Включил дозиметр Сейчас хочу померить фон здесь Интересно, какой фон покажет дозиметр в этом зале Где происходила разгрузка Что интересно, фон пока даже ниже, чем на улице Правда, дозиметр пока еще меряет фон И значение чуть-чуть повышается Но все это не просто в пределах нормы А даже ниже, чем средняя норма, скажем, в Москве А после зала, где производилась разгрузка Идет ответвление И изделие увозили уже в хранилище, которое находится вот за этой самой гермодверью Ответственное за техническое состояние прапорщик зольников Эта гермодверь сейчас закрыта Но в помещение хранения вполне можно попасть с другой стороны Тем временем продолжаем мерить фон И фон внутри хранилища Показывает очень низкие значения А вот и второй въезд В помещение хранения На иголовок Тут с потолка полностью осыпался шифер Смотрим фон Фон и здесь не превышает Не то, что не превышает норму А не превышает те значения Те показания, которые можно было видеть на улице Само помещение хранения Это тоже достаточно внушительных размеров выработка Порядка 30, может быть, метров в длину Порядка 10 метров 80 метров в ширину Высота здесь уже пониже Под потолком проходит короб вентиляции И с этой стороны мы подходим как раз к той самой гермодвери К тем самым гермоворотам закрытым Которые до этого видели с наружной стороны Когда шли из зала Где производилась погрузка-выгрузка изделий Наверху, кстати, можно видеть Сохранившиеся герконы Датчики сигнализации Даже странно это сейчас здесь увидеть Вот по паре таких татчиков На каждой из створок двери Хранилище состояло из двух таких секций В которых осуществлялось складирование боеголовок Здесь вот наверху тоже сохранились эти герконы По верхней части стены над дверьми Идут закладные для кабелей И мы выходим ко второму помещению Для хранения ядерных боеголовок Тут одна из створок гермоворот сорвана И за ней мы видим такое же помещение Абсолютно идентичное Тому, в котором мы только что были до этого ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...